Я приветствую зрителей канала АТВ, это полезный проект Среда. Что такое здоровый образ жизни? Правильное питание, отказ от врезанных привычек, регулярные занятия спортом. Но ведь человек это не только тело, но и душа. И о здоровье психическом нужно заботиться так же тщательно, как и о здоровье физическом. О том, что влияет на наше душевное состояние, мы поговорим прямо сейчас. Мой собеседник сегодня, главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы Олег Боев. Олег Игоревич, здравствуйте. Добрый день, Лайя. Ну, эта встреча, вообще встреча с вами для меня всегда лечебная. Знаете, слово, наверное, слово психолога и психиатра, о чем бы мы ни говорили, всегда лечит, я так полагаю, даже сам голос. Но эта тема действительно важна. Я перед каждой встречей задумываюсь над тем, что каждому из нас периодически нужно все-таки общаться. И с психологами, и с психиатрами. Мы не всегда готовы в это признаться. Если говорить о здоровом образе жизни, действительно ли так важно не только о физике, но и о своей психике беспокоиться? На самом деле, вы сейчас продемонстрировали очень интересный момент. Вы говорите о том, что когда общаетесь, когда мы встречаемся, уже немножко спокойнее. Это некоторая установка, которую вы вот когда-то ощутили. Возможно, мы затрагиваем очень важные темы. И обсуждая эти темы, они становятся немножко спокойнее и яснее. И таким образом формируется некая установка. Почему важно формировать правильные установки в жизни, мы скажем немножко позже. Потому что они определяют поведение и как влияет на нашу психику. Ну, а очень просто. Мы все время говорим о том, что мы тело, мы физика, мы видим свои руки, мы видим ноги, глаза, причесываемся. Мы чувствуем боль, да? Какие-то еще... Значит, это реальность наша. Но при этом у нас есть вторая часть, это наше духовное тело. Мы вроде как бы его не видим, но мы думаем, мы чувствуем, мы размышляем, мы сопереживаем другому человеку. У нас болит душа. И все попадали в такие ситуации, когда не тело болит. Где-то вот можно то здесь болит, то здесь, то вот где-то. Но болит душа. И такая боль сродни физической. И пациенты, которые уже появляются расстройства, не просто психологические какие-то переживания, а расстройства, они говорят о том, что это физически ощущается, как это болит душа. Сказать, где нет. Когда проходят все обследования, все хорошо с телом. На МРТ все чисто, нет никаких новообразований, сосуды чистые. Но в итоге в голове есть ощущение, что что-то не так, что-то происходит по-другому. Поэтому, безусловно, здесь и сомневаться не нужно. Мы состоим не только из костей, мышц и жидкости в разном виде. Но у нас есть еще некоторая духовная составляющая, которую мы не видим. Отчасти это производство нашего тела тоже. Потому что формируется некая энергетическая часть, некоторые процессы, которые влияют на наши мысли. Но вот духовная составляющая есть. Не хочется, конечно, знаете, спорить или рассуждать о том, что первичнее или что важнее. Но все-таки, я думаю, многие наши зрители согласятся. Действительно, ничего не болит, ничего не беспокоит. И вроде бы все хорошо. Но какой-то червячок в голове сидит. И ты к одному врачу, к другому. А тебе говорят, что все в порядке. И вдруг оказывается, что наши переживания внутренние, то, что не ощутимо, то, что не болит физически, начинает подрывать здоровье реальное, здоровье физическое. И как-то получается, что от нашего психического здоровья и физика тоже страдает. И это, наверное, неизбежно, это взаимосвязано. И может быть, и, наверное, это уже вопрос, может быть, какие-то профилактические действия стоит совершать, чтобы не дожидаться, когда вслед за душой заболит наше тело. Ведь это действительно есть, это тонкая, может быть, взаимосвязь. Безусловно. Она, с одной стороны, тонкая, а с другой стороны, прямая и очень конкретная. Что первично? Первичен дух по отношению к материи. Это как раз то, что нужно точно знать. Это как раз та позиция, та остановка, которую мы должны понимать, осознавать, глубже об этом изучать. И тогда мы поймем, что духовные составляющие, они так или иначе отражают, влияют на физическую, на материю, на физику. Старое излечение «в здоровом теле здоровый дух», как бы наоборот. То есть дух творит в себе формы, и именно поэтому он первичен. И, безусловно, если непорядок в душе, если непорядок в сознании, если непорядок в ценностях, в своих внутренних установках, и человек внутри конфликтует сам с собой, если человек внутри из-за этого конфликта впадает в состояние напряжения, неудовлетворенности, отсутствие гармонии, то о каком качестве жизни можно говорить? У него может быть все хорошо с телом, руки, опять же, ноги, у него может быть достаточно финансовое обеспечение, у него может быть хорошая машина, но непорядок в душе и гармонии. Он не чувствует себя частью этого мира, он не чувствует, что он гармоничен с этим миром, он чувствует, что он противостоит ему внутри, или в окружающей ему противостоят, или он, или он сам себя не принимает, когда мы говорим о внутреннем конфликте. И от себя же не убежишь, если ты хочешь куда-то убежать, ну хорошо, ты убежал, но ты чаще всего в этих ситуациях берешь себя с собой. Да, можно что-то не взять, но себя-то ты точно берешь. От себя не избавишься, да, это уж точно. Никуда, да. И, соответственно, ты сохраняешь с собой весь багаж переживаний, которые есть. Ты можешь оставить синтетическую или, наоборот, какую-нибудь вещь, которая вызывает аллергию на теле. Ты можешь уйти из экологической обстановки там с какими-нибудь тяжелыми металлами, которые на тебя воздействуют и вызывают там экзогенные нарушения мозга и так далее. Ты можешь уйти от компании, которая тебя постоянно алкоголизирует, например, и ты не можешь отказать по разным причинам, ну это так или иначе воздействие на мозг ослабляет. Ты, в общем, много чего можешь уйти и сделать, но с себя точно не уйдешь. И вот весь свой багаж ты несешь с собой. А там что? А там внутри отсутствие гармонии и конфликта. Вот его важно привести в это состояние спокойствия, гармонии, благодарности к окружающему, к себе. И тогда настраиваются биологические процессы лучше. Биологическая регуляция организма настраивается лучше. Вегетативная система восстанавливается, гормональная система восстанавливается, нейроэндокринная система. Иначе, когда мы в напряжении, получается, организм мобилизован, мы в напряжении, сигнал для организма, что что-то не так, значит, надо где-то сгруппироваться, значит, где-то надо повысить тонус, повысить тонус сосудов. А это приведет, например, к повышенному давлению, а возможно, к нарушению там почечных функций и так далее. Целый комплекс, комплекс, комплекс всех состояний на физическом уровне. И чаще всего в этой ситуации будет рваться там, где тонко. Это значит, что если у человека сформирована и не очень хорошо регулируется сердечно-сосудистая деятельность, тогда заболевания могут там прорваться. Например, появится артериальная гипертония или неустойчивость артериального давления, а может быть гипотония снижения. Возможно, развивается состояние недостаточности кислорода, ишемические состояния, ну и так далее. Это мы говорим о сердце. То есть такая же история с регуляцией, например, кожи. И возникает заболевание разной кожи. Может быть, не заболевание, но предзаболевание. И это тоже можно отследить. Поэтому прямая связь с нашим психическим состоянием – это высокий уровень напряжения, стресса, тревоги. Дальше это развивается, ну, может быть, чуть позже скажу. И главное это отражается на биологии. И биология, мобилизируясь, начинает максимально использовать свой организм. И будет прорываться там, где он наиболее неподготовлен. Там, где сформирован. Возможно, травму получил там в период рождения. Возможно, в утробе. Возможно, при жизни получил черепно-мозговую травму. И любой стресс будет вызывать жуткую головную боль. То есть он не сможет справляться спокойно, а вот жуткая головная боль. Почему? Ну, в результате черепно-мозговой травмы так реагирует, например, мозг. И вот тогда у меня два вопроса возникают в связи с этим. Почему мы не хотим обращать на это внимание? Ведь получается, что уже ощущая, что с нами что-то не так, мы все равно продолжаем. Мы же ведь идем не к вам. Мы все равно настойчиво ищем проблему у других врачей. Мы не готовы признавать, что, возможно, дело где-то совсем не там, где я это ищу. И второй вопрос, он тоже связан, наверное, который возникает в этой связи. Почему же мы в современных реалиях разучились расслабляться? Мы все время ведь в напряжении живем. Да. Хороший вопрос. И первый, и второй. Безусловно, нет привычки общения с психиатрами. Существует большое опасение перед психиатрами. И, конечно же, где-то подспутно в глубине души и сознания мы понимаем, что это что-то не так. Мы что-то не то сделали. Чувствуем обиду очень сильно. Я сейчас придумаю, вы меня раскусите, да? Вот так. Мы вот этого боимся? Отчасти тоже. Отчасти вот этот компонент тоже работает. Но вначале я где-то понимаю, что это что-то у меня с моей головой происходит. Не так я себя веду, возможно, даже. Но признать это трудно. Признать себе, что я вот такой, не такой, и не так себя веду, это трудно. Поэтому идем, лечим сердце. К кардиологу прийти чуточку легче, чем к психиатру. Да, это тоже. К неврологу, к кардиологу, кому угодно. Да, это важно делать, это, безусловно, нужно делать. Потому что если болит, то точно надо идти. Сомнений в этом нет. Но нужно параллельно посмотреть, что же с нашей головой. Это не обязательно будет психическое заболевание, тяжелое, хроническое, требующее учета и наблюдение без неусыпного врача-психиатра. Нет. Но это может быть коррекция состояния, которое в течение месяца лечения или полуторамесячного лечения позволит организму дать шанс восстановиться. И мобилизовать все свои ресурсы адаптации, адаптационные, стать более гибким. И таким образом преодолеть проблему, преодолеть ту крайнюю ситуацию, которая вдруг возникла. Таким образом идти дальше. Почему мы напряжены всегда и не умеем расслабляться? Не умеем расслабляться. Ни на секунду. Мне кажется, даже во сне. Окружающая обстановка, во-первых, не позволяет нам расслабляться. Она все время нагнетается. И окружающий темп заставляет, мы же люди социума, люди общества, в обществе транслируются определенные идеи. Мы должны бежать, мы должны что-то делать параллельно, мы должны есть уже на ходу, потому что это там сэкономит какое-нибудь время. Мы должны стремиться к каким-то деньгам, мы должны к удовлетворенности стремиться. Но все это не позволяет почувствовать гармонию природы. И это не позволяет нам ощутить себя частью этой природы. Мы вроде какой-то социум, мы какой-то совершенный человек, но этот совершенный человек такой уязвимый и бесполезный, потому что он оторвался от природы. Он не может оторваться. Он вышел оттуда тысячелетиями, он с ней живет. А тут нас, мы социум, весь отрывает от природы. И погружает нас в совершенно рамки, электронные, цифровые процессы, гаджеты, телевизоры, коммуникацию сплошную, которая просто не позволяет подумать о восстановлении своего здоровья. Это раз. Почему? Потому что окружающее. И второе, мы не умеем этого делать, технологий нет, мы не привыкли этого делать. Разве, вот скажите, учили вас когда-нибудь в детстве заниматься расслаблением или обращать внимание на природу и медитировать? Да нет, конечно. Зубы чистить обязательно. Да, руки мыть перед едой. Обязательно. Кровать убирать нужно обязательно. Да, да, да. Ходить вовремя. Слушаться маму и папу и делать уроки. Вот этому всему мы стали, как некие роботы, какие-то вещи считать нормальными. Ну да. А, например, поставить приоритеты... Всем должны. Все точно, окружающим. А поставить приоритеты для себя, для сохранения своего здоровья, это на последнем месте. То есть мы про себя думаем чаще всего на последнее место восстанавливая. Нам важно сделать внешнюю сторону, показать себя с другой стороны. А про здоровье оставляем на потом. Ну и в итоге мы получаем, теряем самое важное конкурентное преимущество для себя. Это своего самочувствия, свое здоровье. Физическое, ну и эмоциональное. Качество жизни мы в итоге таким образом теряем. Это российское, вот вы, наверное, общаетесь с коллегами. Это мы здесь в России не умеем расслабляться. И нет у нас в культуре вот этой привычки все-таки посещать периодически психиатра. Или, ну, не знаю, иметь под рукой человека, с которым можно пообщаться. Может быть, я понимаю, что иногда разговора достаточно. Не всегда нужно подключать какие-то медикаменты. Этого иногда бывает достаточно, да. Но зачастую, если все-таки говорить честно, то, конечно же, требуется и некоторое лечение. Потому что, чтобы добиться более быстрого результата, то необходимо подключать определенное лечение. Это не обязательно психотропные какие-то препараты, нейролептики. Нет. Это, может быть, препараты, которые поддерживают разные функциональные системы, разные системы организма. Дают, по сути, корм для них, восстанавливается возможность реагировать системе, и получается очень неплохо. Вы говорите, в России только так. Ни в коем случае. Без детства. Человек один, он одинаковый. В России есть еще шанс. У нас некие заложены культурные традиции, код нашего народа, цивилизации, русской большой цивилизации, включающей большое количество народов, народностей и так далее. Мы близки к природе, и мы близки к тому самому божественному и духовному составляющей. А именно она является ключевым стержнем. Именно она является и нравственным стержнем, и этическим стержнем внутри нас, который может сохранять от всего остального. И это является ключевой антистрессовый фактор внутренней духовной жизни. В коде традиции народов, населяющих Россию, это есть. И мы ближе к ним. И слава богу, что так. Мир не изменится. Напротив, мир нам подбрасывает все более и более стрессовые ситуации. Взять хотя бы тот же коронавирус и пандемию, наше сидение дома, и какие-то новые проблемы, или старые проблемы с новой силой, навалившиеся на нас. Как нам научить себя расслабляться? Есть ли какие-то способы, есть ли какие-то методики, не знаю, которые позволят нам, нашим близким людям, все-таки сохранять душевное спокойствие и по возможности избегать заболеваний всевозможных? Безусловно, ключевой момент, это банальная вещь, но это ключевой момент, это соблюдение режима труда и отдыха. Ну вот ключевой момент. Как только мы погружаемся очень сильно в работу, избегая периодов отдыха, соответственно, мы начинаем изматывать свой организм. Поэтому очень важно соблюдать этот ритм. Есть начало работы, есть периоды перерыва в этой работе, которые восстанавливают вашу душевную составляющую и физическую составляющую. Об этом нужно точно знать. Второе, чтобы мы научились расслабляться, нам нужно держать вот это физическое тело в хорошем состоянии. И самое лучшее, что мы можем сделать для нашего мозга, это физическая нагрузка. Вот как ни странно. Физическая нагрузка почему? Она улучшает кровообращение мозга, она наполняет его ресурсом, она повышает концентрацию внимания. Появляются, выбрасываются гормоны, которые и гормоны радости определенные при физической нагрузке. Физическая нагрузка переваривает стрессовые все факторы и гормоны, которые попадают в организм, таким образом его расслабляя. И физическая нагрузка, она способствует повышению адаптации мозга, а следовательно и траектория вот этого качества жизни, она идет вверх. Именно поэтому без физической нагрузки невозможно. Она должна быть, и каждый должен точно себе поставить, это вторая установка, которая должна быть. Внутри мы понимать должны, что идти по поводу увеличения физической нагрузки каждый для себя. Кто-то привык к высокой, значит, ему нужно сохранять или чуть-чуть там добавлять, чтобы сохранить вот этот уровень. Поэтому физическая нагрузка – ключевой момент сохранения нашей душевной и психической сферы. Второе, мы говорим о том, что духовная жизнь – это все-таки первичная по отношению к материальному. Мы уже затрагивали эту тему. И разобраться для себя, что такое духовная жизнь, на какие акценты я должен делать, где здесь нравственность, где здесь этика, где здесь чистые отношения, где здесь страстные отношения, где страсть и как она влияет. Вот это некий уровень образования, вернее, уровень знаний, которые необходимо для себя раскрыть. Сейчас, наверное, это сложно сделать в короткий промежуток времени, но нужно точно себе поставить задачу, что в ближайшее время, чтобы я себя сохранил, мне нужно изучить эту сферу духовной жизни. Что это такое? Где там эмоции? Как я могу этим управлять? Как они на меня влияют? И это важное направление развития – физическая активность и изучение духовной сферы себя самого. Я предполагаю, не всегда это получается сделать самостоятельно. Что касается физического развития, здесь может быть тренер или какой-то другой человек, который помогает. Что касается психического, душевного развития, тоже иногда кто-то нужен. Тренер. Тоже тренер, да, тоже тренер. Ну, я неизменно все-таки направляю к вам, хоть и все мы где-то немножко стесняемся где-то признаться. Да, я вот хожу к психиатру или там я… Но иногда действительно это нужно, и нужно, как мы сегодня выяснили практически всем. Готовы ли у вас принять людей, которые хотят вдруг понять себя, опознать себя, стать на путь исправления? Мы готовы. Смотрите, профилактика – это две части. Первая, первичная профилактика – мы должны сделать все, чтобы человек не заболел. А вторая часть – он уже где-то заболел, и нам нужно сделать, чтобы он не ухудшилось его состояние. Мы, конечно, больше по второй части. Когда уже есть трудности, когда человек чувствует, что это болезненное состояние, что сам не справляется, что нужна помощь. Вот это вот вторая часть. Это вторичная профилактика. А первое – мы не должны попасть в состояние, когда у нас опускаются руки, когда мы ничего не хотим делать, когда мы хотим лечь на диван, закрыться одеялом и никуда не ходить. Вот до этого, до крайних проявлений доводить себя нельзя. И поэтому с первыми признаками нужно точно звонить к врачу, определяться, что врач может сделать. И второе направление – я уже рассказывал, заниматься своей физической активностью. Очень интересные тесты, кстати говоря, не тесты, а статистика. Вот пациенты с выраженными психическими заболеваниями, они болеют чаще телесными болезнями. Чаще и больше. И, соответственно, смертность у них немножко раньше. Почему? А потому что психическая составляющая не позволяет в полной мере и адекватно оценивать свое самочувствие, свои возможности. И человек иногда опускает, машет и не обращает внимания на свои телесные недуги, запускает их и приходит уже или привозит его уже в крайнем состоянии. Естественно, когда медицина уже с трудом что-то может сделать. Сделать, но с трудом. Тем самым количество болезней у пациентов с выраженными состояниями психическими больше. Но это крайняя степень. А малое, то, которое касается здоровых людей, ну, с душевными, с психологическими особенностями, мы тоже склонны иногда свои болячки телесные, ну, не обращать внимания. Этого нужно, понимая эту ситуацию, нужно перевернуть в своем представлении я и свое самочувствие, как духовное, так и телесное должно быть на первом месте. У нас совсем мало времени остается, но я бы хотела, чтобы вы нашим зрителям все-таки сказали. Те, кто нас смотрят сегодня, на что они должны обратить внимание? Возможно, пока нет еще сильно тревожных сигналов. Возможно, нет вот этой суровой депрессии, когда не хочется выходить из дома или какие-то тяжкие мысли посещают. Но все-таки уже есть какие-то звоночки. На что бы вы сегодня рекомендовали обратить внимание наших зрителей, прислушаться к себе? Когда вы чувствуете, что меняется поведение и резко, или видите у соседа, например, меняется поведение, появляется раздражительность. Эта раздражительность вырастает в напряженность. Далее напряженность в конфликты, в крики. В эти крики добавляются через некоторое время ругательные слова. Это как нездержанность крайняя. А потом появляется уже физическая агрессия, рукоприкладство. Это вот тот самый путь, по которому развивается от раздражительности, когда что-то идет не так, что-то мне не нравится, до крайних проявлений, когда точно уже все, теряется контроль, уже волевой составляющей над своими действиями. Появляется физическая агрессия. Вот этот путь, это и есть все звоночки, которые существуют. Второе изменение поведения, когда человек, наоборот, не раздражается, а он, наоборот, ослабляет свои проявления. Он замыкается в себе, у него появляется выраженная слабость, у него появляется нежелание какого-либо деятельности и снижение настроения. И он замыкается в себе. Вот это тоже звоночек, который нужно обратить внимание. Не только к себе присматривайтесь, но и к близким, к соседям в том числе. Я думаю, что вот эта внимательность к себе и к тем, кто рядом, сделает свое дело, и мы преодолеем. Именно, да, это человеческие качества, быть внимательным к себе и наполнять себя любовью, красотой, гармонией и благодарностью к миру. И тогда у нас и наша духовная, нравственная составляющая будет крепка. Как просто звучит и как сложно это сделать. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, моим собеседникам сегодня был главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы Олег Боев. Еще раз большое спасибо, удачи и до встречи в эфире. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.